Что бы я хотел рассказать сегодня? На самом деле я вчера делал доклад, но вы его не слышали. Поэтому, может быть, что-то будет пересекаться, но тема будет немножко другая. Я хочу рассмотреть философию Хадигера в свете развлечений двух субъектов, которые я вводил. И попытаюсь просто проанализировать эту философию с позиции собственного воззрения на то, как устроено сознание, как устроен субъект. Для этого предварительно припомним изначальные термины, в которых мы работаем. Субъект. Что такое субъект? Субъект, прежде всего, понимается, субъект объектным отношением, как центр, из которого направлены интенции. Вообще говоря, феноменологически, я раньше ввел рассказ следующим образом, что у нас есть некое пространство сознания. В данном случае пространство сознания является этот лист. В этом пространстве сознания феноменологически наличиствуют некие интенции, некие направленные вектора. И мы говорили о том, что естественным образом вводится у этих векторов, у некоторых интенций, которые мы встречаем в пространстве сознания, вводится причина то, откуда эти интенции исходят. Причина, да? Причина интенции. Причина интенции. Естественным образом, эту причину интенции было назвать субъектом. И с другой стороны, эти интенции на что-то направлены. Интенции представляют собой вектора в пространстве сознания. И они направлены на объекты. То, что они направлены, это некие объекты. И у нас получалось, что в пространстве сознания есть некие вектора интенции. С одной стороны, есть причина этих интенций субъекта. С другой стороны, это то, на что направлены интенции, это объект. Я предлагал вот это вот для того, чтобы потом ввести другое понимание субъекта. Это вот некий контекст, каким образом вводится субъект. Я предлагал этого субъекта обозначить как субъекта. Для того, чтобы различить. Ну, на обозначенном здесь субъекта один, да? Это чтобы различить с другим введением субъекта. Здесь есть методологическая особенность, состоящая в том, что всякого рода сущее определяется контекстом своего введения. Вот данным образом мы вот ввели субъекта, да, как причину интенсив. И определение этого субъекта мы будем придерживаться на всем протяжении нашего исследования. И, собственно, таким образом субъект ввелся. Потом, после того, как мы вводим эти темы, мы будем как бы адресоваться к реальности. Понимать, насколько наша конструкция, да, соответствует реальности. Пока мы просто вводим сами определения. Теперь второе введение субъекта, да? Каким образом мы понимаем субъекта в неком другом контексте? Другой контекст состоит в том, что субъект также понимается в неком опыте самосознания. В неком опыте проживания в самом себе. Вот есть некий такой опыт проживания в себе. Вот тоже обозначим он. Субъект 2. В чем состоит этот опыт? Этот опыт, для того, чтобы к нему адресоваться, он состоит в том, что мы можем во внутреннем опыте обратиться к некому внутреннему пониманию субъекта, к некому внутреннему, да, и в этом внутреннем проживает собственное состояние. Я говорил о том, что мы проживаем время, мы проживаем бытие, можно говорить. Мы что-то проживаем. Это способ, в какой выводится этот субъект, и существенным характеристикам этого субъекта являются некие проживания. Проживания. И эти проживания, они являются внутренними. Но если мы адресуемся к тому, что проживания, вообще говоря, связаны как-то с миром, то мы говорим, что эти проживания, и частным случаем этих проживаний являются переживаниями. То есть переживания – это некий частный случай проживания. Для того, чтобы пояснить, опять же, эту картинку, можем сказать следующим образом. Вот то, как дан здесь субъект, да, это вот классическое понимание субъекта, так как он понимается в классической философии. Субъект-объектное различие связано с тем, что действительно есть, как бы, вот, некая сфера субъективности, есть, как бы, сфера, на которую направлена она. Например, если говорить про созерцание, да, то можно говорить о том, что здесь есть некое внешнее чувство, да. Это термины Канта. Соответственно, если, опять же, опираться на термины Канта, то субъект 2, и вот эти проживания и переживания – это есть внутренние чувства. То есть, способы, способы, какими даны. Два субъекта есть, на самом деле, различный опыт. Один опыт – это некий внешний опыт, да, это опыт направленности на объекты, а другой опыт – это некое внутреннее проживание. Да, оно не направлено на объекты непосредственно, но оно просто есть некий внутренний опыт такой, некий внутренний опыт проживания. Что здесь еще важно заметить? Важно заметить, откуда вообще у меня взялась необходимость такого различения. Помимо методологического, которое связано с тем, что каждый раз, вводя некие термины, а именно, например, вводя термины субъекта, мы должны адресоваться некому контексту, в котором эти субъекты задаются. Вот у нас есть был контекст, связанный с интенциями, да, вот, интенцией. И был контекст, связанный с внутренним проживанием. И эти контексты, они по-разному задают субъекты. Вопрос ставится о том, как соотносится субъект 1 и субъект 2. Вот этот субъект 2 я предлагаю называть субъектом проживания. И Хайдгерут, это какое имеет отношение? Ну, это я просто предварительное ведение. Это я для того, чтобы просто пояснить это и напомнить, что было, о чем разговаривать. Как соотносится субъект 1 и субъект 2? И мы, да, к Хайдгерут, я немножко увлекся, но это будет полезно для того, чтобы потом перейти, когда мы перейдем к Хайдгерут, ну, просто это пояснять уже и говорить о том, что это уже как бы понятно. Как соотносится субъект 1 и субъект 2? Дело в том, что они соотносятся следующим образом, через понятие рефлексии. Как возможно вот в данных терминах рефлексии? Вот рефлексии, это вообще нечто, что мы понимаем с позиции субъекта 1. Рефлексия должна была где-то быть вот здесь. Рефлексия. Что такое рефлексия? Рефлексия – это тот способ, когда интенция направляется не на объекты, а направляется на самого субъекта. То есть как бы интенция должна была где-то вот здесь начать движение к самой себе. Но интенция – мы определили субъекты и объекты как различные полюсы самой интенции. И у нас получалось так, что как бы объектное поле, оно уже существовало, и субъект как бы направляет свои интенции, причем субъект понимается как причиной интенции. И заранее неизвестно, давным или недавно, он просто вводится по определению, что у интенции должен быть источник, должна быть причина, и вводится как некий субъект. А субъект поля объектов, оно всегда существовало. Вообще понятие интенции, оно и возникло из-за того, что было некое поле объектов, и на них были направлены некие акты сознания. Вот эти интенции – это все некие акты. Вот они были направлены на это поле объектов. Каким образом субъект, как причина интенции, может направить эту интенцию на самого себя? Если он не знает, куда их направить. Он не может этого сделать. И поэтому рефлексия в этом определении, она просто невозможна. Но, но, рефлексия, тем не менее, в классической философии возможна. И откуда она возможна? Она возможна, если понять на самом деле, что существует другое введение субъекта, субъект 2. И тогда, на самом деле, настоящая рефлексия, она есть интенция, если теперь эту картинку рассматривать, это вот субъект 1. Она есть интенция, которая направлена на субъект 2. И вот это и понимается, именно вот это и есть рефлексия, понятая правильно. То есть рефлексия понятая не только из теоретических соображений, но рефлексия понятая так, как она на самом деле осуществляется. В классической философии просто субъект 1 равен субъекту 2. И поэтому вот эта, вот так понятая рефлексия, она понимается, исходя из одной картинки. Все вот этот субъект понятый в контексте внутреннего чувства, он просто полностью редуцирует субъект объектному различию, и получается, что рефлексия осуществляется как бы вот субъектом 1 равен субъекту 2, и как само направление на себя. Вот это вот термин, который я ввел, теперь надо придерживаться, к которому перейдем, собственно, к Хадигею, потому что это было долгое видение, но как бы необходимо. Дело в том, что Хадиген Вьюэл вводит такое понятие, как бытие и мир. Представим, что вот это поле теперь нашей доски – это мир, и вот как бы вот некий шарик, это именно шарик, это бытие в мире. Бытие в мире. И это бытие в мире характеризуется, его бытие характеризуется как экзистенция. Так, а бытие в мире – это то же самое, что присутствует? Да, это то же самое. То есть это доза. Да, то же самое, что присутствует. Это просто разные слова. То есть доза. Просто бытие в мире является как бы экзистенциалом в это присутствии. Экзистенциалом. Теперь надо понять, на самом деле. Что является между экзистенциалом и экзистенциалом? Экзистенциал – это способы, каким образом присутствие характеризуется, вот как категория. Все наличные вещи, подручные вещи характеризуются как под категориями, а все присутствия характеризуется неким аналогом категории, которая называется экзистенциалами. А экзистенциалы? Ну вот экзистенциалы, это такие способы, каким образом... Это экзистенциалы. Присутствие. Экзистенциалу, значит, ты... Смотри, присутствие характеризуется своим как? Характеризуется как? Как бытия? Каким способом? Как? А вещи характеризуются что? Понимаешь, вот в чем разница. Есть различные способы того, как разница между экзистенциалом и экзистенциалом? Ну вот этого я не знал. Что такое экзистенциал? Есть такое? Я до этого не знаю. Я только знаю про экзистенциал. Но присутствие это как? Это что значит как? Ну, пример-то, приведи какой-нибудь. Забота. Присутствие озабоченное собой и миром. Это... Потом... Все озабоченные миром. Правильно. Но когда забота характеризует присутствие, а не вещи, вещи не могут ничем быть озабоченными. Это один из самых главных, кстати, экзистенциалов. Потом... По-моему, такие экзистенциалы есть понятия. По-моему, ужас там. Различного рода переживания. Прежде всего, многообразные способы, каким образом мы переживаем мир. Многообразные способы. Даже, по-моему, такой экзистенциал есть даже, как люди. Да, смартфон. То есть, это некие характеристики того, как мы описываем присутствие. А вещи мы описываем, как прадикатами, когда относим к вещам. Мы говорим с помощью категории. То есть, присутствие тоже можно характеризовать через категории, но это неправильный способ, каким мы относимся к присутствиям. И таким образом присутствие сегодня к вещам. И в чем состоит сущность? Существенность состоит в том, чтобы отличить, существенно отличить два региона бытия. Вот есть некий регион бытия, связанный с присутствием, да, вот регион присутствием. В этом регион и категории, как бы свои, да, категории в кавычках, они называются экзистенциалами. Регион один. Есть регион два. Регион два – это вот сущие там были там вещи, и они характеризуются категориями. И как бы сводить их друг к другу нельзя, потому что сводение их друг к другу – вот это и есть, собственно, как бы, собственное или несобственное, неправильное или неправильное отношение к присутствию. То есть присутствие надо рассматривать только из самого себя. Мы не можем присутствие рассмотреть из вещей. То есть присутствие – это вот некий особый способ бытия. Это как бы, ну, можно сказать так, раньше всегда различали жизнь и не жизнь, да, Это всегда означает сознание, и остальное – это весь мир. Это существенная разница есть между, например, сознанием и остальным. Все остальное проектируется в категориях, а само сознание в категориях корректироваться не может. Оно нечто особенное. В данном случае просто не идет разговор о сознании. Я и хотел перейти к тому, что понятие субъекта – как вести понятие субъекта? Сам Хадили считал, что субъект объекта отношений является ложной идеологией. И его надо избавляться. И поэтому у него вводят другие темы. Но на самом деле разговор идет о том же самом присутствии человеческих бытия. Это не что иное, как тот самый наш субъект. Просто слово «субъект» не используется. Потому что считается, что субъект – объектное отношение. Оно редуцирует понимание человека к этим категориям. К тому, что неправильно. К никому неправильному модусу понимать. Но в данном случае я как бы движусь неких условных теменов. Я ввел предыдущие два типа понимания субъекта. Я бы сказал, что здесь был субъект актов и субъект переживания. Дело в том, что Хадигер понимает экзистенцию. И вообще понимает способ, каким существует присутствие. И модусы этого присутствия характеризуют сопереживание. Ужасом, скукой, радостью. Различного рода переживания. Я раньше говорил о такой вещи, как симптоматология. Есть некая логика, которая исходит из того, что всякий феномен… Есть некий, допустим, у нас феномен. Этот феномен, мы не знаем, он является целым или нет. Но у этого феномена есть отдельные осколки, которые мы знаем. Мы знаем какие-то симптомы, чего-то целого. Есть симптомы. Можем ли мы, на самом деле, исходя по симптомам, понять, в чем состоит феномен? Если мы, допустим, берем какой-то один из этих симптомов и возводим его, и говорим, что этот симптом и отображает сущность феномена, так ли это? Возможно ли использовать такую логику? Такую логику использовать нельзя. Поэтому мы должны сначала обозреть все феномены, то есть все это симптомы, вот их много там, может быть много, чтобы потом понять, что такое феномен. То есть феномен встанет как нечто, только благодаря тому, что сами симптомы должны правильной конфигурации быть. То есть также здесь присутствие. В каком-то смысле присутствие – это некий феномен. Как к нему подойти? Куда вот тут втиснуть понятие субъекта, чтобы понять, что речь идет о нему субъекту? Ведь о неком «кто?» того, что здесь происходит. Речь идет, да, как и о субъекте, как и о сознании пишут, какие-то слова говорить. Но он говорит, что эти термины, они неправильно описывают присутствие. На самом деле к присутствию подходить как-то иначе. И поэтому он подходит очень аккуратно через бытие в мире и через всякое другое определение о нас. А я теперь пытаюсь к этому же самому подойти с другой стороны. Вот мы говорим о том, что у нас есть… Я сразу как бы сначала введу понятие. Я хочу сказать, что присутствие на самом деле – это есть не что иное, как то, что я называл субъектом переживания. Вот я называл его субъект переживания. Вот я собираюсь доказывать, что на самом деле есть присутствие. Вот, собственно, вот то, что я собираюсь доказывать. В чем тут суть состоит? Дело в том, что… Что такое субъект переживания? Ведь это некий вроде только те термин, которые я ввел. Да, это своего рода просто некие слова, которые должны обозначить некую реальность. Я говорил о том, что субъект переживания – это просто вводит… Это вводит как понятие о нас, о я, в особом опыте, в опыте внутреннего проживания времени, в опыте внутреннего проживания своего бытия. Но на самом деле слово «субъект», оно здесь может быть… Это даже уже исходя из того, что такое вообще… Как понимаете, это обычный этот субъект, это как-то неудачный слово. Мне часто это замечали, что нельзя это слово здесь использовать, оно некорректно. Почему некорректно? Потому что нету противопоставления объекту. Противопоставление объекту на нижнем понимании, когда, если мы говорим о том, что… Вот это переживание, на самом деле лучше говорить проживание. Вот когда проживание понимается как переживание, то возникает отнесенность с объектом. Но на самом деле изначально, как субъект проживания, никакого противостояния нет ничему. То есть некий внутренний опыт, опыт самосознания, опыт схватывания самого себя. Он… Это вот этот же опыт, например, уже заявлен у Декарта. Только у Декарта поняты через мышление, на самом деле я уже говорил об этом, что это некая не ошибка, как бы некая неточность. На самом деле у Декарта речь идет о сознании. Сознаю – значит существует. Также и здесь речь идет о неком сознании, которое схватывает само себя. И этот опыт самосхватывания – это есть некий первичный, простой опыт, который всем должен быть ясен. Все могут его проделать внутри себя. Мы внутри себя как-то себя схватываем, и для этого мы не осуществляем никакой рефлексии. Это как бы осуществляется у нас как бы просто. Но мы можем этот же опыт осуществлять с помощью рефлексии. Но у нас есть как бы просто этот опыт самосхватывания непосредственно. Так вот, к чему я веду? Я веду к тому, что слово здесь субъект, оно просто излишне. И вообще говоря, я бы должен был говорить о слове присутствия, если бы знал такую тему. Да, вот тот второй опыт, о котором я говорил, опыт проживания само себя, есть про ничто и другое, как присутствия. Давайте проверим по феноменам, почему это так. Какие есть феномены того, что я называл субъектом переживания? Субъектом переживания, на самом деле, это и есть сознание. Сознание, я, самосознание. Пока эти феномены, не очень понятно, как отнести к этому, да? Ну, теперь возникают еще какие. Какие я еще обнаружил не феномены, а симптомы феномена, да? Симптомы феномена. Какие? Ясность. Ясность. И все, что связано с... А почему именно ты о симптомах говоришь? Это как-то случайность, ты сам придумал. Нет, я просто хочу перейти. Как по... Ну, почему как в некой новости? Всегда же говорили о профиле, об образе вещи. Да, осознание не является вещью. Поэтому ты говоришь о симптомах. Да, здесь специфическая... Я пытаюсь выставить специфическую логику, которая... Так симптомы это акадеевский термин? Нет, это мало. То есть, собственно. Я просто... Это логика симптомов. Я заимствую частично у этого нитша, частично у дереза. Что мы восходим в эту феномену, восходим, который не дан. Вот мы пытаемся понять то, что не дано. Что у нас не дано? Мы не можем понять, что это не дано. Ну, понятно. Симптомы. То есть, если... Ну, вот симптомы некие даны. Я это... Как болезнь. Я это невлоз, грубо говоря. Если я это невлоз, то невлоз появляется... Да, какие-то симптомы. Да, мы их можем ухватить. Мы вот говорим, что как феномен, который мы можем назвать многообразным симптомом. Вот этот феномен мы обозначаем, допустим, в следующий симптом. Сознание, я, самосознание. С самого начала ты показываешь, что ты ищешь невлоз. Нет, я не ищу невлоз. То есть, я просто опираюсь на логику, которую можно было бы назвать логикой симптомов. Просто почему нужна логика симптомов? Почему? Если бы я сейчас сказал, что вот этот феномен есть сразу в сознании, мне бы было бы возрождение. А тут присутствие, а тут сознание. Почему это так? Это неизвестно так. Я хочу указать на то, что я на самом деле изначально говорил о неком феномене, который проявляет себя в специфическом виде. Вот этот специфический вид проявления, он будет указан. Потому что вот эти все слова, сознание, я, самосознание, это же на самом деле только слова, культурные некие коды, по которым мы понимаем, что мы вообще говорим, и к чему мы адресуемся. Что такое я? Это как бы некий способ, каким мы сами себя схватываем. Я. Это уже фактически, видите, я, это просто чистое указание. Просто чистое указание. Я. Что такое? Если я спрошу, что такое я, мы же не будем определять это. Мы просто скажем, каждому понятно, самопонятная вещь какая-то. Да, вот внутренний указатель. Я. Что такое самосознание? Это вроде как сознание, которое направлено на само себя, да? И третье. Что такое сознание? А сознание это есть нечто, да, вот если как любит Кадиггер, разлагать это нечто, разлагать это нечто на его составляющие. Это со-знание. То есть есть некое знание, да, сфера, сфера знания, которую, на которую мы направлены. Есть нечто, что находится рядом с ним, да? То есть можно было сказать «я», там, или там назвать его, там, как угодно, «субъект». Ведь это дело не в словах. Вот есть некий разрыв между тем, что вот есть знание, да, вот непосредственно, упёртость в объектах, и между тем, что это знание исходит из некого источника, да, куда-то оно, на что-то оно направлено. Вот есть некий, некое, вот здесь просвет, как говорит Кадиггер. Вот сейчас теперь, опять же, возвращаясь к этим симптомам. Вот он говорит о неком просвете, что на самом деле присутствие как-то понимает себя из просвета. А что это такое просвет? Это вот и есть это различие, да, различие. Мы сами себя отличаем от внешнего мира. Мы как-то понимаем, на самом деле, то, что мы в этом мире не захватываем. Мы можем, конечно, в этот мир... Что мы отличаемся от мира, да. То есть мы у него брошены, не заброшены. Заброшены, но мы, главное, от него отличаемся, самое главное. Через некий просвет, да. Вот смотри, вот теперь, какие феномены мы, на самом деле, указывают на присутствие? Вот ясности. Все... Ну да, какие феномены указывают на присутствие? Не феномены, а симптомы. Какие симптомы? Есть феномен, а есть симптомы. Какие симптомы? Сознание, я, самосознание, ясность. И все бетафоры связаны с ясностью. И с ясностью, со светом. Вот, например, Декарт любил говорить о свете разума. И вообще мы постоянно говорим о неком свете. А я не понимаю, почему сознание и самосознание это симптомы? Почему? Точно так же представление сознания, если мы действительно погружены на стихи языка, может быть нам заимствовать с окружающего мира. В том смысле мы его рабы и нет никакого просвета. Мы уже только что говорили о том, что мы отличаем себя. Понятно, но ты же хотел это отличие себя от мира, то есть сам факт запрошенности, я, грубо говоря, ты пытаешься его извлечь из некой симптоматики. Да, из некой симптоматики. Самосознание и сознание являются такой симптоматикой. Нет, они... Потому что есть некое... Понимаешь, я понимаю, что такое сознание. Я ведь сказал, что сознание это вот нечто... То есть это не Хадиггер все-таки говорит, что сознание и самосознание. Да, это говорю я. Вот у Хадиггера есть замечательная штука, вещь совершенно, вот я мало чего знаю о Хадиггере, но вот это мне просто понравилось. Что когда я отличаюсь от мира, в том смысле, что я не только нахожусь в мире, но и испытываю благодарность тому, что я существую, то есть я благодарю кого-то или что-то за то, что я в нем... Правильно, опять же переживаю. Да, так вот это именно благодарность, а то ты, получается, симптомом в твоем языке просвета, то есть таким образом именно благодаря этому экзистенциальному переживанию я и отличаюсь от мира. С одной стороны это все мои интенсии, ну про это я понимаю. Но почему Сознание и Самосознание являются не определением мира, а являются вот такими экзистенциалами, которые позволяют меня увидеть в просвете? Нет, Сознание и Самосознание являются некими терминами, которые описывают этот феномен. А Ясность это Хадиггерский уже термин? Ясность, свет, просвет уже техохадjay in the back. Ну вот, это уже больше похоже на меня. Да, это не Хадиггер, это я просто указал на сам Expo. Это классический, это вот это вот до сюда вот идут, классический в миллион Έп. Я просто указал, что эти определения мы к хайникеру применить не можем. Но это определения, которые я использовал в прошлый раз, как доводил субъект. Я тоже это хочу сказать, что сознание и самосознание, скорее всего, к хайникеру применить не можем. А если раскрываются неких экзистенциалов, которые являются не меньшей метафорой просвета, например, как ясность света или благодарность, благодарность за то, что я существую. Теперь существенное очень важное является проживание и переживание. Мы говорили о том, что субъект переживания сам себе конституирует как субъект, который возникает в опыте проживания, в неком проживании времени, в переживании. Это существенно. Даже когда ты про благодарность говорил, ты опять отрисовался к тому, что присутствие на самом деле понимает себя, исходя из неких опытов проживания и переживания. Ужасы, скуки, заботы. То есть, оно является заинтересованным бытием, как говорит Хадиггер. Его заинтересованность проявляется в некого рода таком опыте, опыте проживания. Именно опыте. Понимаешь? Вот эти симптомы подходят нашему феномену. Они подходят к феномену, который я называл, а именно, я его называл субъектом проживания. И их присутствует. Потом, вот такой экзистенциал, как понимание. Еще чисто терминологически. Ведь казалось бы, нет ничего дальше от Хадиггера, а тоже, как я его немножко знаю, понимание я или сознание как невроза. Причем здесь невроз-то? Потому что симптомы. Причем здесь симптомы? А симптомы, потому что делился. Да нет. Дело не о никаком неврозе идет. Не надо здесь это делать. Есть же понятие, вот медицинское понимание того, что такое болезнь. Как она уложилась? Мы не знаем сущность болезни. Мы не можем ее понять. Мы не можем ее предъявить. Мы ее можем на самом деле... То есть все-таки болезнь? Нет. Это слово, вот это только аналогия. Ну, в каком-то смысле... Я не говорю чисто-чисто разговоры. В каком-то смысле любое сущее, да, вот допустим... Раньше микролир не был нам доступен. Любое сущее мы как понимали? По его проявлению. Да понятно. Это понятно. Я просто говорю, что сам стилистический термосимптом... Да я понимаю, что термин опять... Я не хотел бы упираться в термин. Термин, может, опять же, неудачный. Дело же не в термине. Я же пытаюсь объяснить, что это такое. Есть феномен, а есть его проявление. Хорошо, давай говорить проявление. Пускай не симптомы, а проявление. Просто я тогда говорю про симптомы, легче всего адресоваться к тому, что такое болезнь. Болезнь нам не явлена, но в болезни есть проявление. Хорошо, я говорю, что этот феномен у него есть проявление. Есть эти проявления. Мы через эти проявления рассматриваем, что такое феномен. У нас есть феномен в присутствии. Мы его исследуем. Какие у него есть проявления? Мы сказали, что вот эти первые три термина к нему не относятся. Они, хотя из классики, но вроде как Айдегир их не использует. Допустим, мы их опустим. Но тогда у нас возникают другие. Во-первых, проживание и переживание. Сюда относятся, относятся. Ясный свет, просвет и все метафоры я, связанные со светом, с открытостью. Сюда относятся. Относятся. Теперь, понимание. Вот такой экзотенциал. Сюда относятся? Да, относятся. Потому что что такое? Ведь фактически вот этот субъект проживания, это есть некий нечто, что открыто меру и высматривает его. Вот я, кстати, это не сказал. Дело в том, что мышление относится к субъекту актов. Мышление есть некий акт. Мышление не относится к сознанию. И из этого можно было бы сделать лучше, что сознание и мышление – это разные вещи. Но я уже как бы по этому поводу доклады делал. Сейчас на этом заостряться не буду. Вот у нас есть еще понимание, свидетельственное, свидетельствование. То есть сознание – это нечто, что свидетельствует. Из этого свидетельствует следует, что истина есть для сознания, нечто, что открывается. Какая-то некая… Хадик говорит о том, что истина есть алитерия, выход и на свет, и из потаенности, открытости. Открытости. То есть, вот, из этих симптомов можно понять, что феномен, который я называл субъектом проживания и субъектом переживания, да, и присутствия – это феномены на уровне того же порядка. Возможно, это вообще один и тот же феномен. Исходя из того, что они сходятся по симптомам. Как мы определяем по проявлениям? Вот как вот… Просто сейчас я почему по симптомам заговорил? Потому что как мы определяем та же самая болезнь или нет? Мы смотрим по симптомам. Врач обнаруживает, берет, и посмотрит симптомы. Температуру, допустим, там, там, потливость, там, кашель и прочие симптомы. Высматривает, и на этом основании определяет, какая есть болезнь. Вот я сейчас определил некие симптомы, и по этим симптомам можно установить, что присутствие, и то, что я назвал субъектом переживания – это одно и то же. Но это, конечно, является некой гипотезой, которая требует своего дальнейшего развития, да? Это дальнейшее развитие можно осуществить, попытаться. Давайте попробуем сделать какие-то выводы, что получится, если присутствие, если присутствует наше присутствие, как бытие в мире. Понять как… Я не знаю даже, как его обозначить, но будем считать, что субъект, пускай останется этот термин, хотя он неудачный – проживание. Вот будем считать, что это одно и то же, да? Что для нас важно? Важно то, что присутствие обладает мышлением в каком-то другом смысле, чем раньше понимал субъекта объектного отношения. Лучше по-другому сказать. Лучше сказать так, что… Хадеггер считает, что… Во-первых, да? Что? Что? Хадеггер считает, что субъект объектное отношение является неправильным модусом характеристики присутствия. Действительно, да. Субъект проживания у нас является субъектом, который ведет существенно иначе, чем субъект объектное различие. Правильно? Субъект объектное различие, к которому относится мышление – это нечто другое. Ну, тут вот что интересное. Я говорил о том, что мышление относится сюда, да? Относится к субъекту актов. Вот, значит, мышление… Есть только некий модус, который не очень понятно, каким образом относится к собственной присутствии. Он как бы присутствует вроде как, но есть присутствие – невозможность вести к мышлению. Действительно. И с точки зрения субъекта проживания, мышление – это является некой способностью, которая как бы относится к целому. Вот есть некое целое, да? Целое человека. Оно состоит из того, что у него есть акты, да? И второе, что у него есть проживание, которое проявляется, прежде всего, как переживание. Вот это вот различие между актами и переживанием и переживанием – это просто есть федеральный опыт. Как бы любой это не понимает, это просто очевидно, да? И получается так, что целостность, наша целостность, она распадается на две… независимые… Как это слово? Не субстанции, а слово… Инстанции. То есть субъект, который расплодается на две независимые инстанции. Вот есть как бы акты, которые постоянно… Вот постоянно происходят некие акты. Вот, например, у нас есть сфера предметности, и в постоянном отношении к ней совершаются акты. Это вот одна деятельность. И вторая деятельность – что происходит некое внутри, как бы некое… постоянно осуществляется некое проживание или переживание. Оно может быть, может не быть. То есть оно может быть бурным, допустим. Оно может быть в виде ужаса, да? Если возникает, как у Хадиггера, возникает, допустим, ужас, да? То вот эта вот вся сфера обрубается нас, как бы перестает для нас еще что-то значить, да? Потому что, собственно, мы полностью соседачиваемся внутри собственного проживания, если речь идет об ужасе. Этот опыт ужаса, опять же, описан у Хадиггера, и это действительно тот самый экзистенциальный опыт, который как бы приводит нас опять возвращать нас в себя, да? Если ужаса нет, то мы можем опять же впасть вот сюда вот. То есть наши проживания могут сопровождать эти акты. Могут сопровождать акты. А могут, на самом деле, отцепиться от актов и жить некой своей жизнью. То есть мы понимаем, что проживания могут быть совершенно от актов независимыми. Акты как-то сами живут своей жизнью, а проживание живет как-то само своей жизнью. Вот. И возникает третья вещь, да? Понятие языка. Почему как бы вот в классической философии очень важно, важно было именно мышление, и все сводилось к мышлению. А из мышления все сводилось к логике. У Хадиггера все сведено к языку. Действительно, если мышление является только актом, является неким частным свойством, частной способностью такого единства как присутствия, да? То мы не можем к этой частности свести все целое. То есть, иначе говоря, у нас такое целое, как присутствие, оно распадается, во-первых, на свои способности. То есть вот эти способности проявляются в актах, да? На способности мышления, способности созерцания, на другие способности, которых вообще тоже много. И на внутренние некие данности. Так вот, с позиции, прежде всего с позиции, каким образом мир нам дам? Мир нам дам вот способности созерцания, да? Способности восприятия. Вот нам дам мир. Я как уже об этом говорил, что мир есть двухслойная структура, которая копирует структуру знака, да? Передний план – это вещи с их свойствами, которые как-то переплетены в некой сетке, да? Взаимоотношения между собой. Вещи, аспекты, вот они как-то взаимоотносятся с другими. Мы вот этот передний план удерживаем с помощью восприятия. И задний план, который мы понимаем, то есть вот эти все отношения и взаимодействия вещей мы как-то понимаем. И это понимание наше, оно удерживается мышлением. То есть вот движение смыслов, которое вот здесь осуществляется, мы удерживаем как задний план, который находится за пределами вот этого фрагмента мира, который мы удерживаем. Вот это удержание происходит с помощью мышления. То есть мышление и восприятие являются только способностями, которые позволяют нам удерживать мир вот как вот такую двуслойную структуру. И вот эта двуслойная структура, она может фиксироваться в языке, потому что язык тоже имеет подобную же структуру двухслойную, как знак и значение, значение и смысл. То есть язык, имея такую же структуру, изоморфную миру, благодаря этому он может, то, что называется в феноменологии, дискриптировать мир. То есть его фиксировать в некой знаковой структуре. Вот у нас есть мир, как он есть. Мы можем мир, я вот уже говорил о том, что мы можем мир читать, исходя из проживания, просто наблюдая за тем, что происходит, и читать мир как текст, исходя из этого. А можем фиксировать то, что мы наблюдаем в некой дискрипции, в некой среде знаковой. И это и есть язык. И вот это вот понимание, когда я в прошлый раз объяснял, каким оно образом возникает, оно возникает из классических философий, если правильно понято, что такое сознание. Если сознание говорило о том, что есть тождество, сознание есть тождество, да? Что такое сознание? Сознание-то и есть наш субъект проживания. И благодаря этому тождеству, благодаря тому, что оно сохраняет само себя, весь мир превращается в мир вещей. И поскольку мир есть мир вещей, то он не представляет собой как у Гегеля некий чувственный поток. Мир вещей представляет собой некое, как я тут нарисовываю, некое целое, в котором есть стабильные, тождественные сущие, которые мы называем вещами. Вот они есть. И мы можем спокойно его воспринимать, переходить от одного к другому без использования мышления. То есть мы просто можем его удерживать именно в каком-то первичном восприятии. И это первичное восприятие позволяет нам описывать мир, то есть можно ввести такое понятие, как дискрипция. То есть дискрипция возможна. Просто, например, эта дискрипция невозможна у Гегеля, потому что у Гегеля уже на самой ранней стадии отношения к миру уже работает мышление. Уже в чувственной достоверности, в истинной достоверности является всеобщее, то есть является мышление. То есть мышление начинается с самого начала. То есть вот есть некий чувственный поток у Гегеля, вот есть чувственный поток. И этот чувственный поток структурирует мышление. Есть некий хаос, как он любит говорить многовицы. И этот хаос оформляется формой. И структуры внутри этого хаоса никакой внутренней нет. Всю структуру придает форму. Ну, в некотором отношении, когда я говорю о Олеге Михайловиче Наголицыне, у него есть правота, потому что он форму понимает прежде всего как тожесть, поэтому здесь как раз проблемы нет. Но у Гегеля здесь более сложная вещь, потому что у него форма является просто понятием. Поэтому у Олега Михайловича форма понимается более, немного по-другому, более точно. То есть форма понимается, допустим, в соответствии с тем, как ее понимает, как. То есть форма тут делится на форму, которая есть в связи сзади, а не форму, которая есть как понятие. У Олега Михайловича тоже эта форма делится на чувственную форму и форму мысленную. Эти формы существенно разные. А у Гегеля не делится, у Гегеля все оформляет понятие. Понятие сразу направлено, как бы на хаос, он все его структурирует. Так вот, благодаря тому, что мы говорим о том, что в сознании все-таки есть некое творчество, и оно превращает мир в некий мир торжественных существ, мы говорим о том, что возможно такое рассмотрение мира, как двухслойную структуру, а отсюда, как бы, возможен дискрипция и возможен язык. И, собственно, эту вещь осуществляет Хайлигер, как бы, и вот у него возникает третье существенное отличие от классики, что он полностью базируется на всю свою философию на языке. Если классическая философия стремилась в лице его наиболее яркого представителя, Гегеля, если классическая философия стремилась все свести к мышлению, то есть все свести к мышлению, мысль и к логике, да, вот такой логицизм, логика, и под логику понималась истина мира, да, в итоге, истина, вот. Потому что логика, это и, собственно, у Гегеля логика в своем развлекленном виде, как абсолютная идея, это и есть истина. То у Хайлигера, у Хайлигера, у меня получается, что все сводится к языку. Взаимоотношения языка и всего, ну, тут все, это мир там. Это взаимоотношение сложное, оно не простое, да. Но оно, и все, и мир, и язык, они друг друга изомнорхают. Оба представляют собой, вот, как я описал, двухсложные карты, двухслойные такие карты, да. Как бы, и благодаря вот этому изоморфизму, да, изоморфизму, опять, я всегда так говорю, что не синтаксически-симатичному, а изоморфизму связан с тем, что и тут, и здесь, как бы, то есть язык, как бы, осуществляет некую дискрипцию мира, да. Мир, как бы, он пространственно-временной, пространственно-временной, пространственно-временная логика. Причем я здесь логику называю некую структуру мира, да. И язык точно так же выстраивается, как-то. Он пытается вот эту пространственно-временную логику мира в некой последовательной форме. Язык представляет собой некую последовательность, например, речь, сейчас моя речь или письмо, оно есть некое последовательное действие. Мы пытаемся то, что мы видим, нечто пространственное перед нами, мы пытаемся изложить в последовательное речь. Но то, чему язык адресуется, есть мир. Интересно, что сам язык без мира-то не существует, потому что язык принципиально опёрт на мир, потому что то, что мы понимаем, почему наше взаимопонимание возможно? Потому что мы всякий раз, когда говорим в словах, мы всё-таки адресуемся к некому миру, из которого мы можем усмотреть этот опыт. Откуда мы указываем, в конце концов, как понимается термин? Ведь нет последнего определения. Мы каждый раз просто адресуемся к тому, как устроен мир. Мы говорим, что это вот, погляди. Что это такое? Вот. Мы всегда указываем с нами. То есть, вот структура, движение, которое осуществляет Легель, что всё к мысли, к логике и в итоге к истине, она всего с простому, что всё сведено к языку. И вот здесь обитает вся философия Хадигера. Хадигера, причём как бы вот здесь, в этой двусловной структуре, с одной стороны. Тут где-то связи царь, восприятие, в одном слое, а в другом слое мышление. То есть мышление свелись с функциями языка. И у Хадигера есть такая тенденция, как бы исследовать уже не сам мир, а вот язык. Для него теперь две данности. И данность языка, и данность мира. И он исследует с одной стороны мир, а с другой стороны язык. И у него поэтому возникает многообразие вот этих вот всякого рода металлов, связанных, как язык понимает, и что он понимает. И вообще, у него есть такая тенденция, которую я пока не могу однозначно определить, но как будто бы, что мыслит на самом деле не человек, а язык. Что язык внутри себя как-то там что-то мыслит. Потому что он постоянно связан непосредственно живым образом с миром, он как бы живой язык. Он уже как бы живой язык, да? И он опирается на людей, конечно, и через людей, да? Тем не менее, он сам по себе представляет собой некую структуру, вот как у Гегеля была, логика, конечно, была через людей, но тем не менее, эта логика была всеобщей. И поэтому она касалась того, как на самом деле, да? Касалась истины. То точно так же здесь язык, он хоть и через людей, но он имеет как бы внутреннюю эту жизнь. И вот через этот анализ этой внутренней жизни можно анализировать то, как устроено. Ну все? Так, вопросы? Да нет, нет вопроса, Саша. Нет, просто интересный доклад, просто я надо посмотреть каллигию. Да, я согласен, это надо. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...